реферат на тему, как щиты влияют на географию Майнкрафта. Ничего не готовил. Так, я вообще не понимаю, о чём мы разговариваем? Что здесь происходит? Блогер какой-то, давайте его китим. Всем хулиганам, здравствуйте, с вами я, Домер. Сегодня я проводил проверку на щиты и случайно наткнулся на одно интересное сообщение. Вот этот парень скинул мне скриншот, на котором было видно, что его одноклассник прямо во время урока играет с щитами на моём сервере. Сначала я хотел его просто забанить, но в какой-то момент мне пришла в голову одна гениальная идея. Я решил пообщаться с этим читером на сервере. Ну а что произошло дальше и как я в итоге попал на онлайн-урок к этому читеру, узнаете прямо сейчас. Ну а если каким-то чудом наберёте на этом ролике 100 тысяч лайков, будет ещё обязательно проверка игроков на щиты. Хотя вам вообще слабо поставить лайк, вы в последнее время вообще обленились и даже 100 лайков не наберёте. Если что, записываю, это я на лучшем риферском сервере Рильворот. Заходи, айпи в описании, и ты тоже сможешь попадать в ролики. Как вот эти, ребята. И так как у меня день рождения, через 7 дней мне будет безумно приятно. Если ты подпишешься на мой канал, поставишь колокольчик, это будет лучший подарок мне на ДР. Ну а я вам желаю приятного аппетита, и мы начинаем! Мне кажется, ну я только что нашёл читера. Его никнейм Кубилко Чел, и он у меня почему-то лагает. Вот смотрите-ка. Он просто-напросто бегает по миру, и в первую очередь, по нашим стандартам, предлагаю проверить его на АКБ. Он завис. И скорее всего, у него прямо сейчас включено АКБ. Я предлагаю для более точной проверки вызвать его на дуэль. Почему бы и нет? Правильно. Привет. Го-дуэль. Вообще, посмотрим, согласится ли читер со мной ПВП хатца. Возможно, он боится меня. Ну как бы я бы, наверное, тоже боялся, если бы я знал, что я создатель сервера. Так, давайте ему прямо сейчас отправим в дуэль. Вот, Кубилко Чел. Просто для того, чтобы убедиться, играет он с читами, либо же нет. Получается, вот сейчас КД заканчивается. Всё, я ему отправляю, как бы, дуэль. Всё, читер принял мою заявку на дуэль. И сейчас вот давайте ваши ставки. Как вы думаете, кто победит? Я, либо же читер. Так, всё, понеслась эпичная битва. Читер против меня. Он сразу же бежит в бой. Интересно, будет ли он использовать против меня килауру, и все остальные читы, слушайте, он... Ага, всё, смотрите, подрубил, подрубил уже килауру. Блин, я, конечно, пытался. То есть вы сами видели, что начал её красиво, но потом он подрубил килауру, и всё остальное я проиграл. Ладно, мы с ним как бы вернулись. И теперь, раз мы с вами точно убедились, что он играет с читами, я предлагаю задать ему один нескромный вопрос. Ты читер? Возможно, он сейчас признается сам. Угу. И он написал свой дискорд. То есть он хочет мне сказать, что он играет ещё без читов? Нет, я не софт. Я не софт. Тогда я балерина, если он не софт. Ладно, пошли в дискорд. Привет, ты попал на проверку читов. Самый главный вопрос, который я задаю вначале, ты читер, да или нет? Нет, я не читер, он. Хорошо, без проблем, брат. Без проблем. Если ты не читер, пожалуйста, включай демонстрацию экрана. Я скажу сразу, я думаю, что он меня пытается обмануть, чтобы не улететь в банк. А, так. Так, единственное, что я вижу, это чёрный экран. Да. Так, ага. Ой, ой, ой. А что это такое? Что это такое? Ух, слава богу. Ой, как раз я в этот момент моргнул. Я как раз в этот момент моргнул. Там что-то на экране было? Да. Там что-то было на экране? А, ну ладно. В принципе, ничего страшного, правильно? Хотел провести проверку на читы. Читов у вас нету, верно? Да. Угу. То есть, если я нахожу читы, я могу вас спокойно забанить, верно? Нет. Почему? Ну, типа, ты не читер. А, типа, ты не читер, но если я найду читы, я тебя всё равно не могу забанить, правильно? Ну да. А, если ты что-то найдёшь, это в моде эти что-то. Ну, или там ещё, знаешь, там в файлах игры. Стой, стой, давай особо не париться, прямо сейчас нажми правый шифт. А, так, вот, нажимаем. Вот. Подожди, ты. Вот. Стой, стой, открой, открой, подожди. Подожди, давай посмотрим вместе. Так, вот, всё, не закрывай. А, давай посчитаем, что это такое. Ну, давай, смотри. Это такой пак от Андрея Пэл. А, то есть, это читы Андрея Пэл. Да, да. То есть, ты признался, что ты играешь с читами. Спасибо за самопризнание. Получается, ты получаешь бан. Вот, вот, смотри. Это читы от Андрея Пэл. Позвони ему. Получается, ты получаешь бан. Навсегда. Всё. Поздравляю, дорогой. Боже, кидок, пошёл нафиг. Вот такая вот проверка прошла. Вывод, не играйте с читами. Минус один читер. С этим можете меня поздравить в комментариях. А мы с вами идём ловить дальше. Я наткнулся на очень интересного игрока, потому что он уже в который раз находит алмазы по своей суперинтуиции, как я понимаю. Потому что, ну, вот, посмотрите. Вот он, окей, допустим, случайно здесь нашёл алмазы. И он прямо сейчас вновь куда-то копается непонятно куда. И вот давайте вот, ну, просто подождём. Вот ради интересного. И он снова находит алмазы. Да не может быть. Вот как вы думаете, это дар такой? Либо же этот игрок читер? Вот, ну, просто напишите в комментариях ваши догадки. Вот смотрите, он снова начинает куда-то копаться. И он снова выбирает какую-то другую сторону, в которой он начинает копаться. И неужели, неужели он снова найдёт алмазы? Нет. Он нашёл золото, вы представляете? Вот так вот оно и бывает. То алмазы, то золото, больше ему ничего не надо. Он же экстрасенс. И давайте прямо сейчас устроим небольшой подарок читеру. Мы, получается, прописываем пост 1. Да. Давайте чуть дальше с вами, получается, отлетим. Пропишем вот здесь вот пост 2. Пишем реплейс 1 на 56. И вся шахта превратилась в алмазы. Что? Что такое? У тебя экстрейс сломался? Ты думаешь, что, ну, вот реально, это не настоящие алмазы? Смотрите-ка, сразу, сразу начинает добывать алмазы, потому что... А зачем выпускает такую возможность? Он написал, чё, блин? Смотрите, продолжает дальше копаться. Думает, вот, вот эта жизнь шикарна. День удался сегодня. Столько алмазов мне попалось. Повезло, что я честный игрок. Давайте, знаете, как сделаем? Прямо сейчас вот выйдем, получается, сванишь. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Он меня заметил. Привет, привет. Это ты тот самый читер? Что же он мне на это скажет? Это ты тот самый читер? Он пишет, не надо. А что такое? Что такое? У тебя тут алмазы? Давайте у него знаем. А где ты столько алмазов нашёл? Он написал, что он ещё не читер. Да шо ж такое-то? То есть я за ним наблюдал, да? Он такой, вокруг взгляни. А, ну да, да. Если здесь как бы есть алмазная руда, это значит, что он не читер. Ты читер? Давайте вот окончательно у него спросим. Он написал, нет, не читер. И ещё решил меня закрыть, чтобы я его точно не забанил. То есть ты серьёзно думаешь, что вот эта вот стенка, она сможет меня остановить? Ахалай, махалай. Смотрите. Убегает от меня. Куда ж ты идёшь, дорогой, дорогой? Пойдём. Куда он испарился, реально? Читер исчез на моих глазах. Мать моя женщина. Он чё, фокусник? Вот он-то и где. Ну ладно, раз он там спрятался, предлагаю сделать ему второй подарок. То есть мы пишем рпс 56 на лава. Ой, дорогой, дорогой, дорогой. Что с тобой? Походу, читер не особо понравился мой подарок. Поэтому давайте прямо сейчас возьмём его и забаним по причине читер на 30 дней. Вот и всё. Так что тоже заходите и не играйте с читами. Мне только что подписчик скинул скриншот, где его одноклассник играет с читами во время урока. И написал, мой одноклассник читерит на твоём сервере. Забань его, пожалуйста. Я ему написал, привет, скинь его никнейм. Он такой, капец, ты ответил, аааа. И скидывает никнейм своего одноклассника. Я не знаю, можно ли это считать подставой, как бы, одноклассника. Но, в любом случае, предлагаю его проверить на читы. Я уже зашёл на 19-й гриф, где играет этот читер. И я предлагаю особо немедлить, просто ждать к нему телепортироваться. Его никнейм Петра Килл. И чтобы вы понимали, у него магистр на моём сервере. И его только что, считай, спалил одноклассник. Я не знаю, возможно, это, как бы, фотошопленный скрин. И они решили бы им надо мной поугарать. Но, в любом случае, предлагаю проверить его на КБ. И что мы с вами видим. То есть, я его бью палкой на дачу 5. Он даже не откидывает. То есть, я его вообще с места никак не сдвинул, как вы понимаете. Давайте даже попробуем обычную руку ударить. Он вообще не откидывается. То есть, даже на него, вот, вот, смотрите, жалуется античит. То, что, вот, он играет с читами. Следовательно, мы с вами выходим с Ваниша. И на всякий случай у него спрашиваем. Ты читер? Он такой пишет. Чё? Не. Действительно. Просто показалось. И просто его одноклассник скинул, то, что, вот, он играет с читами. Тогда, пиши свой ДС. Это проверка на читы. Он написал, я не могу. Я без читов, честно. Как бы, я проверить его не могу. Потому что, он не может в Дискорд из-за того, что он сидит на уроке. И он говорит, что у него нету читов. Как бы, тут два варианта. Либо, получается, бан. Либо, я такое придумал. Это гениально. Сейчас вам покажу. Я предлагаю его однокласснику написать, а можешь дать ссылку на урок. Я как раз там его и проверю на читы. После 10 минут он мне ответил. Написал, что через 15 минут у них будет следующий урок. И дал ссылку на Zoom. Я надеюсь, что его после этого не накажут. И написал, что это, если что, география. Я ему написал, что у меня имя будет Максим Никутин. Сможешь всем сказать, пожалуйста, что я новенький, кроме своего друга, чтобы меня не кикнули сразу. И он написал, окей. То есть, следовательно, меня, по идее, не должны кикнуть сразу после того, как я зайду на этот урок. Боже мой, я так переживал, если честно. Я ему ещё написал, а как зовут твоего одноклассника, который играет с читами. Он написал, Никита Османов, ой, урок сейчас получается через 3 минуты. Ну, по идее, должен начаться, поэтому захожу. Добрый день, дети, все меня слышат. На сегодняшнем уроке географии мы обсудим с вами такую тему, как рельеф земли. Но для начала, кто сегодня отсутствует? Сейчас, давайте я скажу, это получается, вот Никита Османов, который читер. Попов, Денисов, Селезнёва, Карасёв, Ермаков, Кузнецов. Ого, ещё Никита Османов отсутствует. Никита Османов. Я тут есть. Ну ладно. Ну вот и есть. Максим Никутин, это кто? Ой, меня сейчас кикнут. Это нашла Никита Османов. Ага, понятно. Меня не кикнут, меня не кикнут. Так, что, продолжаем. Капец, я чувствую себя тайным агентом. А что такое рельеф? Капец, что такое рельеф? Ребята, что все молчат? Желающих нет. Никита Османов может ответить. Да? А сам за себя он не может ответить? Не может, он с читами играет. Никита Османов, у тебя, в принципе, оценок мало, может быть, ты ответишь? Капец. Ну, вот так вот. Вот так вот читер будет знать, как играть с читами. Извините, я не знаю ответ на вопрос. Вот так вот, Никита. Играешь с читами и не знаешь ответ на вопрос, да? И знаете, что этот читер делает? Он прямо сейчас, во время урока, вот после того, как он ответил на вопрос учительнице, пришел на варплп играть дальше. То есть, как бы и нарушает правила сервера, и учиться не хочет. Кстати, напишите в комментариях, вот играете ли вы во время уроков, либо же нет. Вот просто интересный такой социальный эксперимент. А я предлагаю немножечко потроллить вот этого вот читера, Никиту Османову. И у меня есть одна очень интересная идея, как это можно сделать, чтобы меня не кикнули. Сейчас я вам это покажу. Я не знаю, вообще, увидит он это, либо же нет. Знаете, что я придумал? Давайте прямо сейчас Никите Османову напишем в личные сообщения. Привет, я новенький, ты во что-то играешь? Вот так вот, давайте ему напишем. Я надеюсь, меня сейчас во время урока не будут спрашивать, потому что я замутился. Так, все, написал я, получается, Никите. Интересно, что же он ответит? И вообще, ответит ли он мне в зуме? В чем его сущность? Океан? Знаете, он мне ответил привет в Майнкрафт. Ну, я-то знаю, что он как бы сейчас в Майнкрафт играет. Давайте ему напишем, что я тоже играю в Майн. Отправляем ему вот это вот сообщение. А ты на каком сервере играешь? Интересно, он скажет, что на Рили Ворлд, либо же нет? Смотрите, написал Рили Ворлд. Давайте ему просто напишем, прикольный сервер. А какой у тебя ник? Давайте у него спросим, чтобы, ну, точно удостовериться, что это он реально играет на сервере. Петро Килл, вы понимаете, да? То есть, он прямо сейчас, вот давайте вам еще раз покажу. Прямо сейчас, во время урока играет в Майнкрафт, еще параллельно успевает переписываться со мной. Мать моя, женщина, какой-то вообще универсальный читер. Вон, смотрите, его только что убили. Я предлагаю прямо сейчас немножечко потроллить этого читера, так, чтобы меня не выгнали с этого урока. Прямо сейчас я включаю камеру. Я надеюсь, что Никита Османов это заметит и, возможно, одумается. Образование началось на месте полуразрушенного. Во, все, камеру я включил, смотрите. Так образовались средние... Одноклассники заметили. Там написано, если что, удали читы. Я не знаю, заметил ли Никита Османов вот этот вот прикол. Что такое вулкан и какая образуется? Слава богу, учитель не заметил, что я включил камеру, где было написано удалить читы. А надеюсь, Никита заметил, потому что все его одноклассники заметили это. Вот давайте вот просто посмотрим, может он все-таки удалил читы. Давайте я сейчас к нему телепортируюсь. Нет, посмотрите на него. Дальше стоит в Майнкрафте, афкшит, потому что его прямо сейчас спрашивает учитель. Я так понимаю, читы он удалять не собирается, но у меня есть еще запасной план. Прямо сейчас я, конечно, сильно, скорее всего, помешаю уроку, так что, учитель, пожалуйста, и весь класс, простите меня заранее. Так что за это можете заранее подставить лайк, потому что я безумно переживаю. Извините, пожалуйста, а можно мы с Никитой Османовым расскажем реферат? Мы просто подготовили реферат на тему, как читы влияют на географию Майнкрафта. Ничего не готовил, никакой реферат не готовил я. В смысле, мы с тобой вдвоем готовили. А что это за тема такая? Тема? Я вообще ничего не готовил. Никита сказал, вот такая тема, нужно на такую тему приготовить реферат. Я подготовил свою вторую часть, а у Никиты первая часть. Нет, ничего я не готовил, ничего не надо было делать. Так, я вообще не понимаю, о чем мы разговариваем, что здесь происходит, какие рефераты и какое отношение эти рефераты имеют к нашему уроку географии. Все, хана мне, хана мне, хана мне. Там вот география Майнкрафта, вот Никита тему дал. Я таких тем не давала. Извините, пожалуйста, извините, пожалуйста. Я думаю, у меня сейчас... Средоточьтесь. Что? Меня не кикнут, меня не кикнут с этого урока. Так, по вулканам, что у нас? Короче, знаете, что я думаю? Я думаю, что прямо сейчас давайте телепортируемся к Петру Киллу и забаним его, ну, как бы, за читы навсегда. Бан Петру Килл, читер. Все, я его забаню и давайте прямо сейчас зайдем в зум. Мне, правда, сейчас придется учителя перебить, так что извините еще раз. Молодец, Алина, хоть кто-то вспомнил. Я включаю микрофон. Извините, что я вас перебиваю. Извините, что я вас перебиваю. А можно я вопрос задам? Задавайте. А почему Никита Османов с щитами играет? Я еще не понимаю, что это за вопрос. Пускай Никита на него ответит. Это мигер какой-то, давайте его кик. Стойте, подождите, пожалуйста, не кикайте. Если что, извините, что я помешал. Вот, просто ваш ученик прямо сейчас, во время урока, играет в игру с щитами и нарушает правила сервера, а не сидит на уроке. Ну, он как бы сидит и тут и там. Вот, все, извините, пожалуйста, что я вам помешал. До свидания. Там в чате даже было написано, это блогер, организатор вас удалил из данной конференции. Еще раз хочу извиниться перед учителем, что я ему мешал во время урока, но я надеюсь, я надеюсь, что вот этот парень больше не будет играть с щитами, если посмотрит это видео. Давайте, если наберем 100 тысяч лайков, будет еще проверка на щиты, так что подписывайся обязательно на канал, ставь колокольчик. Если ты подпишешься, это будет лучший подарок мне на день рождения, оно у меня через 7 дней. А с вами был Думя. Всем пока, не играйте с щитами, тем более во время урока.